Моя первая учительница Путин Безимбаевна, я ее очень люблю, она очень хорошая. И как бы она поставила мне цель, что будь учителем, помогай всем детям, учи их, и это тебе поможет в будущем. Вот и помогает, сейчас мы учимся на учителя, и все это хорошо сейчас. Учитель должен быть статным человеком, авторитетным, и потому что профессия учителя это очень хорошая профессия. И всем не достанется, ну, всем будет сложно быть учителем, единицы только могут быть учителем, и то самым правильным. Моей первой учительницей была Марина Леонидовна, это была очень добрая, мягкая женщина. Мне было очень весело у нее учиться. С ней, кстати, связана одна забавная история о том, как я на первом сентября случайно принесла цветы другой учительнице. Конечно, мне за это ничего не было, но стыдно было просто жить. Ну, в первую очередь, учитель должен добить детей, людей, потому что это тот, кто воспитывает новые поколения. Он должен знать, к чему идет. Он должен знать, что... Он основоположник того, чем станет наше будущее. Мою первую учительницу звали Теретьева Нина Павловна. Мы были ее последним потоком. Закончила я первую школу в городе Кокштал. И бесконечно, конечно же, благодарна этому учителю, потому что женщина была очень опытная уже в плане преподавания и в плане, наверное, жизненного. Поэтому дала очень много... Очень хорошую базу для дальнейшей жизни и для дальнейшей деятельности, в том числе и профессиональной. Наверное, прежде всего, учитель должен быть, как говорится, от Бога. Это та профессия, которой нужно родиться, которую нужно приобрести с рождения. Также, наверное, терпение, тем более с нынешними нашими детьми, не очень спокойными. Наверное, терпение, прежде всего, и, естественно, профессионализм, который нарабатывается с годами. Здравствуйте. Да, помню. Бульзида, Жанна, ее зовут. Я училась в Силойшимске, Жексенский район. Хорошая учительница. Сейчас она уже... Ну, мы были ее первый класс. В общем, хорошая учительница. Люблю ее. Учитель, по-моему, мне не должен быть ответственный. У него должно быть призвание, чтобы быть учитель, чтобы найти общий язык с детьми. Это очень важно, чтобы дети могли обратиться к ней со своими печальными бедами в любом возрасте. Потому что сейчас, даже вот старшее поколение, ну, 6 класса, да, столько всякого, как происходит вокруг. А учитель, ну, мне кажется, что как второй родитель, наверное, потому что очень много времени проводит ребенок с ним. Она, в принципе, она, по сути, несет такую же ответственность, как и мы, практически, за ним. Поэтому самая главная цифра, я так люблю, или добро с душой.